В Люберцах завершились областные соревнования по боксу, приуроченные к 79-й годовщине битвы под Москвой. В течение нескольких дней 60 боксеров из 25 городов Подмосковья боролись за выход в финальную стадию турнира. Легко ли дается победа на ринге, узнал Григорий Ворванин. Хук справа, джеб или апперкот. У каждого из 60 боксеров, приехавших на турнир в Люберце, свои коронные удары. Их они отрабатывают на тренировках и в спаррингах, на них рассчитывают и в схватке. Ведь накануне только победа. Больше 20 лет проводятся эти соревнования. Они начинались еще как юношеские соревнования, переросли в соревнования класса «Б». Это за присвоение кандидата в мастера спорта. Люберчанин Григорий Беляев участвует в соревнованиях в статусе кандидата в мастера спорта. Чемпионство в областном турнире дает ему право подтвердить это звание, но нужно стать первым. В предыдущих боях он оказался сильнее своих соперников. А вот финал, говорит боксер, будет нелегким. На ринге придется сразиться с левшой. У них изначально есть преимущество. Он чаще боксирует с правшой, но некоторые просто знают, как правильно боксировать против левшей, и им нет разницы, с кем боксировать. Кому-то даже легче с левшей. В финальную часть соревнований смогли пробиться четыре люберецких боксера. По словам тренера Михаила Ратникова, показатель неплохой, учитывая условия подготовки спортсменов к турниру. К каждым соревнованиям надо готовиться не один месяц. А тут в связи с тем, что решили все-таки за месяц проводить соревнования, многие подошли не в той форме, какой, как бы сказать, нужно было подойти к этим соревнованиям. И все же подготовка не прошла даром. Люберецкие боксеры доказали, что не зря выходят на ринг. Золотые и серебряные медали пополнили копилку наград. Сразу после турнира у боксеров будет время на отдых. После чего они возобновят тренировки. Впереди новые соревнования и новые победы. Вешать перчатки на гвоздь пока никто не собирается. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.